Всем здравствуйте! Я вчера опубликовал восьмой раздел из двух частей по мускусным уткам для начинающего птицевода. Потом заметил, что я перепрыгнул на одну цифру. И сегодня я как раз хотел уже и снять по курице. А именно курицы на сетке. Седьмой раздел для начинающего птицевода. Для многих на сетке является счастьем, для кого-то печалью. Давайте разберем, хорошо это или плохо. На сетке это курица, которая была не сушкой. Она несла яйцо, как порядочная курица. Либо каждый день, либо через день. В зависимости от вида мясо яичное, яичная порода кур. И в один момент у нее произошло гормональное изменение. У нее изменилось поведение, повадки. И она из пугливой курочки превратилась в курицу, которая села в гнездо и начала высиживать яйца. Ее можно гладить, к ней можно подходить, и она уже не будет больше бояться и убегать. Что же происходит в этот момент? У курицы поднимается немного температура, и она начинает усердно высиживать яйца. В процессе высиживания курица перестает нести яйца. Я уже говорил, что мое увлечение птицей это хобби. И я беру от птицы то, что она дает. Если сели они на яйца, я их не сгоняю. Яйцо забираю, конечно, но я их не сгоняю с гнезда. На пустом гнезде они сидят недельку-две, три максимум, спрыгивают, и потом начинают уже ходить в стадии обратно. Пусть отдыхают. Организм чем чаще будет, в общем-то, отдыхать, тем дольше курочка будет нестись, и тем дольше она, понятно, у меня в стадии проживет, и все будет у нее хорошо. Это нормальный, естественный цикл. Но многие держат кур для яйца. И кур немного. У меня 45 кур достаточно, все равно яйцо сильное, количество не изменилось. Даже у меня там 6-8 сейчас кур сели на яйца. Ну, минус 4 яйца в день, грубо говоря. У кого-то всего 10 курочек. И они несут либо 5-6, либо 8-9 яиц в день. В зависимости, опять же, от породы кур. И что же вы получаете? А если седет половина кур, то всего лишь будет 2-3, а то 4-5 яиц в день. Многие на это не готовы. И хотят курицу отвадить. Им цыплята не нужны. Они хотят ее согнать с гнезда, чтобы она начала нести заново яйца. Что для этого нужно сделать? Итак, что нужно сделать, чтобы курочка начала опять сидеть на насесте и нести яйцо? Стало, чтобы опять вот такой же пугливой, голопопой присаживаться сразу, как только ее начинаешь гладить и убегать. Пугливой такой. Что нужно, чтобы из наседки курица стала опять несушкой. Следующие способы применяют для курочек, которые стали наседками. Вот видите, курочка стала наседкой. Она не боится, я ее глажу. Она не спрыгивает с гнезда, потому что она защищает, у нее там яйца. У нее там всего лишь 2 яйца. Всего лишь у нее 2 яйца. А потому что я яйца забираю все время. Вот еще одна курочка. Вот сидит, я ее глажу. Она не убегает. У нее гормональный идет позыв сиди и грей яйца. Защищай их своим телом. Все, курицу не согнать. Если я ее скину, то она... Вот давайте попробуем. Сейчас, во-первых, ты ее будешь доставать, она будет упираться. Вот видите, да? Она упирается ни в какую. Все. Сейчас она... Оп. Сейчас она снова крылышки расправит, сядет. Все. Она греет. Что нужно сделать для того, чтобы эта курочка перестала на яйцах сидеть? Я еще яйцо не собирал. Сейчас буду собирать. Вот тоже сидит она. Все шохчет. Там у нее вон яйцо одно. Многие советуют. Опять же, я этого не делал. Но это научно обоснованно. Так как у курицы из-за гормональной трансформации повышается немного температура. И она зациклена на насиживании яиц. То курицу необходимо охладить и немного изолировать от гнезда. Для этого курицу, клушу, которая рассиделась, а вам этого не надо, вы яйцо все равно забираете. Но от нее толка нет. Она сидит в гнезде, даже в пустом. Берут и окунают в воду. Не с головой, конечно. Можно погружать воду, поднимать, погружать воду, поднимать. В течение двух, трех, четырех минут. Курочка должна полностью промокнуть. И ее пускают сначала в птичник или на выгул, чтобы она немножко обсохла. Далее, если вдруг эта курица опять прыгнула в гнездо после купаний, ее сразу же, она может сразу же, хоп, и начать бегать в стаде. И не будет лезть в гнездо. Немножко поквохчет, но она будет бегать по выгулу, по птичнику, квохтать, но уже в гнездо не полезет. Но может запрыгнуть в гнездо. Для этого вам необходимо будет взять и курочку отсадить в отдельную вот такую клетку. Некоторые под коробку или в коробку сажают ее хотя бы на ночь. На следующий день ее выпускают. Она уже отвыкнет, она посидит в темноте, либо вот в клетке, пустой, без травы, без всего, чтобы она не могла сделать гнездо. Советуют все же сажать в темноту. То есть советуют посадить в темную коробку. Некоторые сажают под таз. Смотрите, не забудьте курицу под тазом или под коробкой, потому что она через день, два, три может умереть от жажды и без еды. И курица перестанет квохтать. Клуша и наседка останутся у нее где-то там в воспоминаниях у птиц, хотя короткая вообще память на вот это дело все. Курица потеряет инстинкт насиживания на какой-то период. Конечно, потом опять вернется к ней гормональный сбой после какого-то периода яйценоскости, и она опять станет наседкой. Не бойтесь. Применяйте этот способ. Это уже неоднократно птицеводами отмечено, что погружение в воду самый лучший способ. От двух, трех, четырех минут до пяти в воде по голову окунуали, либо подержать в прохладной воде. Она остывает, птица. Дать немножко побегать, обсохнуть. Если она прыгает опять в гнездо, вы достаете и сажаете ее в коробку. В коробку в темноте закрываете, она ночь сидит в коробке. Вот и весь рецепт. Так что не бойтесь. Птица это нормальное домашнее животное. Как и кошке, как и собаке. Их тоже необходимо в какой-то момент наказать, поощрить. Если кому-то нужна наседка, то самый простой способ из курочки сделать наседку, или клушу, как в простонародье говорят, это взять также курицу, посадить в эту, посадить вот в такую клетку. Как я показывал, у меня курица сидела на индюшиных яйцах. Отгораживаете темный уголок, травы, яйца, ставите в воду корм. Курица сидит в замкнутом пространстве, в один прекрасный момент она сядет на яйца. Либо сажают в гнездо, закрывают чем-то выход, и курица будет сидеть в гнезде, не выходя, и рассидеться. Рассидеть курицу проще, чем, конечно, убрать ее из гнезда, но это можно сделать. Всем удачи! Всем желаю успеха! Начинающий птицевод не должен бояться ничего. Смотрите мой канал, и я постараюсь вам ответить на все вопросы, которые вы будете спрашивать у меня и в комментариях, либо в группе Одноклассники и ВКонтактах. Пока-пока! Еще раз всего хорошего! Вот я вышел из птичника. 21 яйцо куриное, 2 утиных я собрал. Меня вполне устраивает, даже с учетом, что у меня вот сидело, по-моему, 5 или 6 куриц на седок. Ну и пусть сидят на здоровье.